Не нужно быть дендрологом, чтобы понять, это липа аварийная. Термиты уничтожили часть ствола. Дерево на Красноармейской пришлось срубить. Вообще, в Центральном районе только в мае планируют снести 50 аварийных деревьев. А этот ясень у зимнего театра упал без пилы и топора. Это очередное дерево, которое не выдержало ветровой нагрузки. Подломилось, упало. В данном случае оно представляет угрозу для прохожих, для автомобилей, ну и портит общий вид. Хорошо, что наклон у него был, скажем так, не в сторону тротуара, а в сторону лесопарковой зоны. Аллея из Пицунских сосен на Верхней Приморской набережной появилась в 60-х. Более полувека сосны украшают популярную прогулочную зону. А сегодня ещё и несут угрозу. Только за последний год здесь упало четыре дерева. Чудом никто не пострадал, но мощные стволы повредили крышу гостиницы и ограждения. Скорее всего, садовники тех лет допустили определенную ошибку. В узкое место между опорными стенами высажены крупномерные деревья. Понятно, в момент высадки это было интересно. Понятно, что деревца были небольшими, это было красиво. Можно видеть наклон отдельных деревьев до 50-60 градусов. Есть деревья, поражённые комлевой гнилью, также есть выворот корневой системы. Опасно наклонились к земле 12 сосен, посчитали дендрологи. Упасть они могут в любой момент на вырубку деревьев. Получено разрешение в Росприроднадзоре. А приморская сосна в парке имени Фрунзе уже пошла под пилу. Большое дерево буквально нависло над набережной. Рабочие пилят его по частям, используя так называемую оттяжку для контроля траектории падения. Это крайне важно, а внизу на набережной гуляют люди. Мы занимаемся уборкой таких деревьев по городу. Ну, Хосицкий район у нас. 180 кубов в общем деревьев нам надо спилить. В четверг начнётся курортный проспект. Там есть деревья аварийные, которые надо спиливать. Будем там работать. Там тоже есть сосна, граб, ясень. Ну, у некоторых аварийный наклон уже, а у некоторых уже гнилые. Спиливать не дожидаясь падения. Такова сегодня задача, говорят специалисты, на спил аварийных растений выделены дополнительные средства. В списке на снос более 600 деревьев. В качестве компенсации городские власти разбивают новые скверы. Только за последние полтора года парки появились на Макаренко, в микрорайоне КСМ, на Бытхе и Мацесте. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.